Благодарю вас, госпожа председатель, благодарю вас, первый заместитель генерального секретаря Элиасона, помощник генерального секретаря Шимонович за ваши брифинги, представитель Российской Федерации, начал в своем заявлении, восхваляя так называемый референдум как демократическую процедуру, сказала, что без внешнего вмешательства референдум был проведен. Как известно, Россия – великая страна. То, что мы услышали сегодня со стороны представителя Российской Федерации, это фантазия, это похоже на творчество Чехова. Россия решила переписать свои границы, но это не позволяет переписать факты Соединённые Штаты, отвергают вмешательство России, захват земли Крыма. Эти действия нарушают территориальную целостность, суверенитет Украины, подписанная Россией, двусторонние договорённости, международное право, заявленную волю членов Совета безопасности в духе и согласно букве Устава ООН. Несколько дней тому назад президент Обама ввёл санкции в отношении России за попрание глобального общественного мнения о нарушении прав России и готовы пойти на дополнительные шаги, если российская агрессия или провокации будут продолжаться. В этом зале, когда начался кризис, Российская Федерация описывала своё вмешательство в Крыму как миссию по защите прав человека. Россия заявляла, что недавнее изменение правительства в Украине – такая большая угроза для этнических русских в Крыму, что это обосновывает военное вторжение. Брифинг ПГС Шимоновича ещё раз свидетельствует о том, что этот кризис никогда не затронул права этнических русских и не позволил ни одной стране переменить границы другой. Если действительно есть озабоченность в отношении прав человека в Крыму, эта озабоченность возникает сейчас. Поступают достоверные сообщения о том, что имеет место запугивание в отношении этнических украинцев и крымских татар. Крымско-татарская община составляет 12% населения, и по праву они боятся, что станут вновь жертвой депортации или дискриминации. Первый заместитель премьер-министра Крыма недавно объявил о том, что крымские татары будут изгнаны с некоторых своих земель, которые, по его заявлению, необходимы, я цитирую, для проектов инфраструктуры. Тело Ахмата Шахматова, крымского татарина, было обнаружено в понедельник. Он участвовал в протестах 3 марта. На теле его были обнаружены следы пыток. Российские войска, по сообщениям, штурмуют жилой дом, где находятся военнослужащие Украины, пограничники, ветераны их семьи, требуя от них незамедлительного выезда. Кроме того, мы серьезно озабочены тем, что будет с лидерами-активистами гражданского общества, журналистами. Соответственно, мы поддерживаем быстрое развертывание международных наблюдателей по всей территории Украины. Очень важно то, что правительство Украины неоднократно приветствовало их развертывание, а Российской Федерации нет. Сегодня в Вене вновь Российская Федерация была единственной, которая заблокировала направление миссии наблюдателей ОБСЕ. Россия оказалась в меньшинстве. Единственный был голос против из 57 стран. У 56, судя по всему, совсем иное мнение. Российские должностные лица говорят о том, что они понимают, насколько все это срочно. Но голосуют ногами, полагаются на военную силу и не позволяют развернуть тех, кто мог бы разрядить кризис и предупредить насилие. Я выслушала то, что российский коллега покритиковал доклад ПГС Шимоновича по правам человека. Я прекрасно понимаю, объективность не могла быть оценена Россией. Мы приветствуем то, что наблюдатели будут направлены в Украину с полным доступом. Мы считаем, что все заняли одну позицию по вторжению России в Крым. Россия осталась в одиночке на основе своего нелогичного и опасного подхода. Пять дней тому назад, когда Совет описал сепаратистский референдум в Крыму как незаконный, против проголосовала лишь одна страна. Когда Совет объявил о том, что референдум не может быть основой любого изменения нынешнего статуса Украины, только одна рука была поднята против. Сейчас состоялся референдум, однако национальный и международный юридический статус Крыма остается неизменным. Вор может украсть имущество, но это не возлагает право на эту собственность, на вора. В заключении, госпожа председатель, хочу подчеркнуть то, что содеянная Россия – это неверно ни по закону, ни по истории, ни по политике, и это также опасно. То, что случилось в Крыму, не может быть признано законным. Мы должны стоять плечом к плечу, отвергать в признании и призывать к последствиям за такой незаконный акт. При этом мы должны четко подтвердить то, что произошедшее в Крыму не должно и не может повторяться в других регионах Украины. Продолжение следует...